Удар в спину, в чем экс-эмиссар НАТО обвиняет Россию 15 февраля 2019 года газета РУДАР В СПИНУ, в чем экс-эмиссар НАТО обвиняет Россию Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в ударе в спину Россия нанесла Украине удар в спину, так считает экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах По его словам, раньше Украина считала Россию братской страной, а Москва предала Киев Он заявил, что произошло это предательство в 1994 году во время подписания Будапештского меморандума Согласно которому Украина лишилась советского ядерного оружия В Госдуме заявили, что Табах искажает факты Россия, которую Украина считала братской страной, нанесла Киеву удар в спину, считает бывший представитель НАТО в Москве Капитан первого ранга в отставке Гарри Табах Об этом он заявил в интервью издания Апостров В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы, заявил экс-представитель По словам Табаха, присоединение Крымар к России противоречит Будапештскому меморандуму При этом он добавил, что Украина может вступить в НАТО в виде исключения, хотя устав Альянса четко запрещает принимать страны, имеющие территориальные споры и конфликты на своей земле После распада СССР в 1991 году Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал Более значительные объемы ядерных вооружений были лишь в распоряжении США и России На территории бывшей Украинской ССР находились 220 стратегических носителей, 176 межконтинентальных баллистических ракет различных моделей, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем 1000 ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок Ракеты имели дальность поражения более 10 тысяч КМ и могли уничтожать цели за пределами Евразии Украина теоретически могла угрожать США Вашингтон и Москва требовали от Киева отказаться от ядерного оружия, в ином случае Украину ожидала бы международная изоляция Кроме того, у многих ядерных боеголовок истекал срок хранения, и у Киева не было средств и сил на их тихообслуживание Спустя три года, в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум Международное соглашение о гарантиях безопасности по случаю присоединения Украины к договору о нераспространении ядерного оружия В соответствии с этим документом на территории Украины ликвидировали ядерный арсенал, а ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина обвинила РФ в аннексии входящего ранее в ее состав полуострова Однако Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, прошедшего по стандартам ООН По вопросу самоопределения Крыма проголосовали более 85% жителей региона, более 90% проголосовавших поддержали вступление в состав Российской Федерации Слова Гарри Табаха о предательстве России и Украины являются искажением фактов, заявил зампредкомитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин Об этом пишет ФАН НАТО пытается интерпретировать события 2014 года в свою пользу Крым вернулся в состав России, при этом в основе лежал проведенный референдум в соответствии с международными нормами Но вот то, что сегодня творит Украина на территории Донбасса, это грубое нарушение всех норм, минских соглашений Почему они на это не обращают внимания, подчеркнул российский парламентарий Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник убежден, что спекуляции вокруг Будапештского меморандума не учитывают госпереворота, отменившего все соглашения и растоптавшего Конституцию, сообщает НСН Майданная власть виновна в развале страны и того меморандума, в котором Украина участвовала Теперь у них возникает бредовая идея, восстановить ядерный потенциал Но У Кева нет морального права говорить, что он является правоприемником Советской Украины Та страна существовала до 2014 года, а теперь ее нет, убежден экс-нардеп В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и Украиной наладятся В ответе на вопрос об отношениях с Украиной российский лидер раскритиковал Кев за неумение выстраивать отношения с соседями При этом он отметил, что народы России и Украины всегда останутся братскими А это пена политическая, она сойдет, схлынет, добавил российский президент Иван Апулиев 14 февраля 2019 года Право на данный материал Принадлежат газетам Материал размещен правообладателем в открытом доступе